Мордан На 34-й минуте игры случилась первая замена в составе Ордобасы. Вместо Смакова на поле вышел новобранец команды Пабло Фонтанелья. Болельщики, которые посещают не только домашние матчи, но и смотрели выездные игры любимой команды, остались довольны уверенным выступлением ордобасинцев в первом тайме. В начале второго тайма гости принялись атаковать, а Ордобасы был спокоен и моментами убегал в контратаку. Тройка центральных защитников успевала блокировать все удары Астанчан. На 74-й минуте капитан команды Азад Нургалиф удваивает преимущество своей команды. Этот гол становится для Азада в 55-м чемпионате Казахстана. Чуть позже произошла еще одна замена защитников в составе Ордобасы. Автор первого мяча Мордан Тулебек уступил свое место Талгату Адербекову. Болельщики громкими овациями провожают игрока. Наш голкипер оказался непробиваем в этой встрече. А вот у вратарей-гостей был неудачный день. Сначала Эрич покинул поле, получив травму в одной из атак шемкентской команды. На его место вышел бывший вратарь Ордобасы Александр Мокин. Хорошей игрой отметился Танат Нусербаев, который не боялся держать мяч и предлагал физический футбол. В одном из таких эпизодов Танат зарабатывает штрафной удар, с которого наш главный трудяга Диакаты поражает ворота Мокина и устанавливает окончательный счет 3-0. На матч пришли порядка 7 тысяч болельщиков. И каждый из них ждал, пока футболисты подойдут к их сектору, чтобы поблагодарить за поддержку своего 12-го игрока. После круга почета вратарь Ордобасы Александр Мокин признался, что старался не думать об опасности нападающих Астаны. Ну, конечно, я доволен, во-первых, за команду. Мы выиграли наконец-то у Астаны. Это принципиально для нас соперник. Мы давно не могли выиграть у них. И на своем поле при такой поддержке сегодня много людей пришло. Спасибо болельщикам нашим за такую поддержку. Было очень приятно, конечно. Следующая игра вновь пройдет на домашнем стадионе команды Ордобасы. 13 марта наша команда сыграет против Атерау.